Надоело! Сегодня у нас, друзья, мини-скандальное видео про автопроизводители или, по-другому, автобренды громкой музыки. Например, сегодня мы бы хотели рассказать некие подробности о компании Pride, которые нас слегка смутили. И вообще, наше видео посвящено тому, почему мы активно продаем продукцию от компании Del Audio, нежели чем других брендов. Вот мы взяли сегодня за пример Pride именитый и Alphard. Сразу забегая вперед, к другим остальным брендам претензий нет. Урал, Кикс, все классно, все классно. Вообще, там ребята молодцы. Тут же, то есть вы, допустим, покупаете от компании Del Audio продукцию. Все, никаких проблем, купили по гарантии, если обратились, да, если что-то получилось. Без проблем. Все решается. Да, просто по фоткам, скинутым поставщику, производителю можно согласовать. Да, решается все быстро, качественно и без проблем. Обратились вы по Alphard. Да, они по гарантии решают вопросы, да, из вас гарантийный случай. Долго? Долго очень. Можно обратиться летом, а получить обратно по гарантии товар к Новому году. Сезон там уже все проходит. Ну, готовься к следующему сезону. Тем не менее. Главное, по гарантии работает. Компания Pride самая интересная. Вообще, вот такое встретили сами. Скажем, такое негласное правило от этой компании, новое. Заключается в следующем. Покупайте вы динамики от компании Pride. Допустим, у вас какая-то проблема. Начал шоркать динамик. Еще какая-то проблема произошла. Усилитель защиты. Ну да, купили вы усилитель от этой компании, усилитель защиты. Или усилитель, который от этих динамиков. В общем, вы притаскиваете эту Pride продукцию обратно в магазин. И говорите, хочу обратиться по гарантии. Но что в магазине вам ответят? Первое, что мы не имеем права вмешиваться в эту продукцию, что-то с ней делать. Мы можем только ее отправить на завод. Но это не все, друзья. Отправка, если вы обращаетесь по гарантии на диагностику, она платная. Эти расходы несет клиент. Отправляйте вы, к примеру, динамики. Вот что он, Sprite Solo. Отправили, их продиагностировали. Говорят, не гарантия. Эти ваши динамики приходят обратно. И вам говорят, ваши динамики не гарантия. И еще, пожалуйста, сверху заплатите 750 рублей за диагностику. Об этом мы вот что и хотели сказать. Мы просто, мягко сказать, в шоке. Как это можно. За что? То есть, получается, вот эти расходы на то, что сам завод, изготовитель, проверит, не нарушены ли правила эксплуатации пользователям. А он мог их нарушить по разным причинам, мог неправильно пользоваться. Но для того, чтобы определить, прав он или не прав, расходы на это компании Прайд, видимо, не заложены. И причем самое интересное, этот прайс, пресс-курант, он нигде не озвучен. Мы его так нигде и не увидели. То есть, это все происходит по факту. Причем обычно задним числом это что-то происходит. Как это происходит на примере? Мы передаем динамики от наших клиентов, компаний Прайд. Они проводят диагностику и выставляют вот этот счет. Но это все на словах, нет документа именно счета, нету никакого, никаких строк в договорах, что на такой случай нужно будет заплатить такую-то сумму. Сумма всегда какая-то. Такое ощущение взято из воздуха. Откуда она берется, непонятно. Это навсегда удивляло и удивило вот в этот раз. Мы такого нонса, честно, не ожидали. Вот в 2022 году. Вот эта идея, которую мы хотели донести. Не только, скажем, для птайков, которые хотят опытом покупать продукцию от этих брендов, но и самое главное, как, конечно, покупателя. Имейте в виду, это важно. Ну и еще что сказать о брендах, да, почему мы активно покупаем Дель. Дель также, если покупаешь, у них отличная упаковка. Все без проблем. Да есть, что усилители, что сабы, что акустика. Альфард тоже, кстати, нормальная упаковка, без проблем. Но если покупайте Прайд, у них как была вот эта классическая картонная упаковка, так и осталось. Ладно, если покупайте динамики. Ладно, если покупайте усилитель. Ну, динамики ST. Ну, вот я хотел сказать, да, 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 ST. Все остальные придут в мягкой коробочке. Так что, если вы заказываете сабвуфер, либо там, скажем, да, заказывайте там откуда-то, да, интернет-магазин и так далее, обязательно указывайте до упаковки, потому что в стандартной упаковке в картонной Прайдовский сабвуфер до вас вряд ли доедет. Мы тоже покупаем, как для магазина Бобтом, и поверьте, у нас сабвы бывают недоезжать. К сожалению, так. Вот. Ну, и, соответственно, еще хотели бы отметить также по гарантии. То есть, DL Audio решает проблемы настолько быстро и качественно, они даже разрешают авторизироваться компаниям в их же городе. Альфард, ну, практически этого не разрешает. Прайд вообще никак. Все через Казань. Ну, и дальнейшие проблемы мы вам рассказали. Не судите строго, но, тем не менее, будьте внимательны при выборе акустики либо усилителя, либо сабвуфера. Ну, а в доказательстве наш слов можете написать комменты снизу. Особенно, кто сталкивался с такой ситуацией, и все сами увидите. Я думаю, там ребятам есть чем поделиться, у кого какие были сроки и кого с чем удивляли по результатам диагностики. Такое вот, друзья, видео. Коротко. Есть, просто сказали то, что увидели. Решили поделиться с вами, наши подписчики. Ваш любимый магазин Модерн. Всем хорошего дня и настроения. Всех с наступающим Новым Годом. Всем пока.